Прием документов от сельхозтоваропроизводителей стартовал с 10 января и продлится до 28 февраля. Документы нужно подавать на местах проживания, иными словами, в управление сельского хозяйства районов. Субсидии предоставляются по отдельным отраслям животноводства. На текущий 2023 год общий размер субсидий составит 1 миллиард 130 миллионов рублей. На сегодняшний день мы по итогам прошедшего 2022 года все нюансы тоже изучили. Поэтому мы уже с начала 2023 года планомерно начали объявление о начале приема документов на получение субсидий в сфере животноводства. Там предусмотрено в течение года предоставить субсидии по 13 разным субсидиям, в том числе и на увеличение общего количества маток, в том числе и верблюда, и на поддержку яков, и мораловодство, в том числе и на убой скота. Кроме того, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. Для получения субсидий аграриям стоит внимательно изучить список документов, которые нужно подать. Мы должны обратить внимание, и тем более наши сельскохозяйственные представители должны обратить внимание на статистическую отчетность своих хозяйств. Это три фермеры, допустим, и вторая форма – это 24 СХ. В этих отчетах они сдают статистическую отчетность о поголовье своего хозяйства, о результатах деятельности своего хозяйства в части сельскохозяйственного производства. Поэтому, если в этих отчетностях данные товаропроизводителей, то есть сельскохозяйства допустили, если снижение поголовья, то они сразу автоматически не будут поддержаны. Министерство поделилось еще одной новостью о том, что фермеры смогут арендовать земли сельхозназначения без торгов. Арендовать землю крестьянским или фермерским хозяйством можно на срок до пяти лет. Причем этот срок можно продлевать. Фермер также имеет приоритетное право выкупа этой земли. При этом на участке нельзя построить гостиницу или жилой комплекс, изменять целевое назначение земли запрещено. Землю можно использовать только для сельскохозяйственных работ. Также нельзя передавать участок третьим лицам, в том числе в субаренду. Общее количество субсидий получателей, в том числе и в сфере животноводства, это маленькие фермеры, СПК, у кого есть поголовье. Тогда со всеми этими вместе взятыми у нас около двух тысяч субсидий получателей в нашей республике имеется. Субсидирование ежегодно проводится с целью развить и расширить все сельское хозяйство и агропромышленный комплекс Тувы, поскольку практически половина жителей республики живут сегодня в сельской местности, а животноводство всегда оставалось неотъемлемой частью нашего аграрного региона.